В Польше начинается общенациональная компания «Мой Электрокар». Пилот в Польше не пустил на рейс 30 украинцев и назвал себя королем самолета. Осенью в Польше ожидается четвертая волна эпидемии. Аквапарк во Вроцлаве предлагает месяц бесплатных посещений, однако есть условия. В Польше изменится правило Tax-Free. А также мы поговорим о других событиях в Польше за последнюю неделю. С вами Несерович Екатерина и это новости in Poland. Мы начинаем! С 12 июля в Польше проводится общенациональная компания «Мой Электрокар», которая направлена на стимулирование приобретения гражданами электромобилей вместо автомобилей, которые работают на топливе. Покупка такого средства передвижения будет субсидироваться из государственного бюджета. Об этом сообщил заместитель министра климата Польши Ирине Уждиско. По словам министра, субсидия для физических лиц на покупку электромобиля составит 18 750 злотых, а для членов многодетной семьи – 27 000 злотых. Общий бюджет программы «Мой Электрокар» составляет 500 миллионов злотых. Данная программа продлится до 2025 года. Главная ее цель – это борьба с вредными выбросами автомобилей, работающих на топливе. Необычная ситуация произошла в аэропорту в Познане. Пилот самолета выкрикивал, что он является королем самолета и сам будет решать, кто полетит этим рейсом. Речь идет о рейсе в Одессу, который вылетал из Познани 3 июля. Очевидец происшествия утверждает, что пилот кричал на пассажиров и фактически запретил им входить на борт, хотя люди уже зарегистрировались. В результате рейс задержался на 1 час. Пока не удалось установить, что именно произошло и почему рейс задержался. Администрация аэропорта подтвердила, что во время регистрации были определенные сбои в работе. Но подробности дела пока не разглашаются. С января 2022 года состоятся изменения в безналоговой системе, связанные с изменениями в законе о налоге на товары и услуги. Об этом сообщил Себастьян Полянский, старший специалист отдела обслуживания клиентов и внешней связи Палаты налоговой администрации во Вроцлаве. Изменения ведет обстоятельства по электронному обращению документов в системе возмещения НДС для путешествующих, которые не имеют постоянного места жительства на территории Европейского Союза. Польша станет следующей страной в ЕС, которая ведет такое регулирование. Такая же система уже есть во Франции, Италии, Испании, Австрии и Эстонии. Новая система Tax-Free обеспечит продавцам быстрый и легкий доступ к данным об операциях, осуществляемых в системе. Это также будет способствовать расчетам с путешественниками и администрацией. А для тех, кто путешествует, это прежде всего короткое время процедур на границе и быстрый возврат уплаченного НДС. Новый вирус из Индии Дельта настолько инфекционный, что один человек заражают от 5 до 8 человек. Этот вариант на 30-40% более заразен от британского, рассказала Джоанна Юрса-Кулеша, доктор медицинских наук, микробиолог, председатель группы по борьбе с инфекциями в щетине. Она подчеркнула, что страх перед вариантом Дельта является обоснованным. По оценкам аналитиков, он может вызвать более 70% заражений в Польше в сентябре. Джоанна Юрса-Кулеша добавила, что волна может начаться в конце августа, а нарастать осенью, кульминацией которого станет конец октября или начало ноября. Размер четвертой волны зависит от поведения населения и количества прививок. Микробиолог добавила, что это реалистичный сценарий, если общественность останется на той стадии вакцинации, на которой она находится сейчас. То есть, если более 70% общества не сформирует иммунитет из-за болезней или прививки. Аквапарк Врослова сильно пострадал от пандемии коронавируса. Ограничения привели к тому, что учреждение длительное время не работало. Сейчас бассейны открыты и ждут жителей города. А чтобы привлечь больше посетителей, аквапарк решил предложить акцию V-пропуск Аквакарт. Покупая эту трехмесячную карточку, вы можете рассчитывать на четвертый бесплатный месяц пользования аквапарком. Пропуск можно использовать один раз в день, без ограничения времени в зонах отдыха, бассейна, саун, фитнеса и тенажерного зала. Кроме того, вы можете пользоваться спортивным бассейном один раз в день в течение одного часа. Важно отметить, что Аквакарт ВИП – это личный пропуск, действительный в течение четырех месяцев с даты его приобретения и предназначен для лиц старше 18 лет. Он не может быть передан другому лицу. Также следует помнить, что каждый раз при входе в выбранную зону вы должны предъявлять карту с действительным удостоверением личности с фотографией. Акция продлится до 15 июля, а стоимость такого пропуска составляет 450 злотых. Выпуск новостей подошел к концу. Подписывайтесь на наш канал, чтобы оставаться в курсе самых актуальных событий Польши. До скорых встреч! Увидимся через неделю! Продолжение следует...